Вышел с утра, смотрю, Марсик сидит, сейчас увеличим, сидит, такой, видите, клубочком, солнышко, ну с утра прохладно, ну как прохладно, 23 градуса, и вот он вышел, попу греет на солнышке, и какие-то планы строит, как день проведет, куда пойдет, сколько ящериц он сегодня, посчитает или прогонит, что он там с ними делает, в общем, у него какие-то свои собачьи планы есть, и он такой смешной сидит, клубочком, он меня не видит, ну видит, но не слышит звука камеры, как я включаю, в общем, совсем, совсем по-другому. Ну, видимо, какая-то планировка идет, может быть, думает, как вот мне, там, как мои подчиненные себе, ну он же начальник, понимаете, а начальнику надо все равно какую-то пятиминуточку провести, а не с кем, а почему не с кем, объясню, потому что Жорик вот тут вот, а где Мирка наша? Мирка, сейчас посмотрим, Мирка, наверное, здесь сидит, в общем, пока он подчиненных своих соберет в кучу, иди, иди, там твой начальник тебя ждет, пошли, заходи, заходи, заходи. Обычно я на завтрак что-то даю, но сегодня еще завтрак пока не готов, будут бутерброды, видите, вот хлеб, масло, чайник вот закипает. Наверное, я их, как обычно, отвлеку, у нас специально вот это вот есть, видите, на лепестки роз, я их выманываю. Вот одно Мирку, Мирке, другое Жорику. Найку, натик, натик, натик. С утра прыгает, думаешь, что это колбаса. Ну, я их всегда так обманываю, а потом даю настоящую колбасу. Пошли, там начальник, может, измучился уже, беденький, вот, все, Масюнчик, принимай свою команду, на тебе, Масюнчик, тебе, вот, че, пепесток роза, урлерочек, тебя не буду обманывать. А вы думаете, это яйца? Нет, это аммониты. Вот, смотрите, видите, какой малюс большой. Вот он, это он окаменел так. А ты будешь лежать на постелях, и ты тоже окаменеешь. Жорка, приехал в гости, давай гуляй. Любитель. Лежать на диване. Ну, что, все? Принял начальник своих подчиненных? А то ты там сел, загрустил, без них. Все, а я пошел запрекать. Спасибо. Подписывай. iese.